Комплекс фонда «Ердампомощь» стал больше еще на один объект. Сегодня открылась социальная столовая. Спасибо за помещение. Спасибо всем, кто участвовал. Мы еще об этом поговорим в шатре нашего фонда. От всей души я поздравляю фонд, руководство фонда с тем, что этот проект все-таки реализован. И от всей души хочу пожелать его развиваться. Стартовав в апреле 2020 года, проект «Дорога жизни» по кормлению нуждающихся уже дважды побеждал в конкурсе президентских грантов, что подтверждает актуальность проекта и значимость его для общества. И вот теперь, благодаря строительным фирмам, компаниям и частным предпринимателям, у нуждающихся появилась своя теплая и светлая столовая. Она построена из качественных материалов и укомплектована самым современным оборудованием. В модулях нового здания два санузла с отдельным душем, небольшая кухня, три комнаты на 24 спальных места и, конечно, сама столовая, где помимо столов есть и рукомойники. Такое красивое помещение построили. Прямо слов нет, слов нет. Биг дурахмазов. Спасибо большое. Всем строителям, всем мечетям. Биг дурахмазов. Я о душе говорю. Это очень любоугодное дело. Низкий поклон тем, кто все это организовал и такое сделал. Не на один день, не на два, а на долго. Надеемся на очень долгое время. Благодарности и в адрес тех, кто построил социальную столовую и в адрес самого фонда, звучали в шатре Ердама, где прошло чествование строителей и меценатов. Председатель Совета фонда Ердам Помощь Эльдар Хазрат Боязитов отметил, что открытие столовой станет еще одной вехой в истории развития фонда и искренне поблагодарил всех тех, кто унес свой вклад в этот социальный проект. Медалями фонда Ердам Помощь за вклад в развитие меценатства награждены менеджеры и кураторы проекта НИАЗ Гараев и Мадина Булатова. Инициатор и вдохновитель стройки НИАЗ поделился историей возведения столовой. Я проектирую ресурсы и понимаю, что ресурсов нет, денег нет, вообще ничего нет для того, чтобы это сделать. Просто голая теория. И тут начали меня поддерживать люди, я что-то тыкнулся. И вот я, конечно, всех тех, кто помогал, не могу поименно назвать, потому что там больше 60 человек. Но, например, Лена из Питера, да, здесь, кстати, спасибо, что сюда приехали люди из разных городов. Из Москвы, из Питера, из Шарьет. Ну, в общем, я даже половину даже не видел, не успел. И причем здесь люди абсолютно разных вероисповеданий. И иудеи, и мусульмане, и христиане. Вообще, больше всего помощи оказали люди, у которых вообще не из республики, вообще не из Казани, которым, как бы, казалось бы, дела нет никакого. Слава Богу, мир не без добрых и отзывчивых людей, часть из которых отметили сегодня в шатре. И да вознаградит Всевышний всех причастных к строительству социальной столовой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова